Здравствуйте! Ваш выбор телеканал Узбекистан Тараха в эфире передача на перекрестках истины. Мы находимся в факультете истории Национального университета Узбекистана. Сегодняшняя тема нашей беседы – роль кочевников в истории человечества. А наш сегодняшний собеседник – доктор PHT Бейкузи Асхат Абдунабевич. Рад вас видеть. Асхат Абдунабевич, сегодняшняя тема называется роль кочевников в истории человечества. И хотелось бы в начале беседы разъяснить вообще, кого называют кочевниками. Добрый день, дорогие телевизорители. Сперва, если нужно определить человечество, когда возникло, и по каким пути оно пошло по своей цивилизации, Главное, это нужно сперва выяснить. Насчет этого направления, как вы говорили, кочевников и оседлых людей, когда этот период начался в истории человечества? Естественно, этот период начинается с периода конца Мезолита, как мы историки определяем, то есть с 12 тысяч лет до нашей эры. И с этого периода человечество потихоньку стало распределять, как бы охота стала отделяться потихоньку от уже раннего земледелия, и в итоге от охоты появляются первые, как говорится, животноводства. Да, приучение животных, крупнорогатых сход, потом мелких сход. В итоге человечество пошло по пути, один пошел по пути скотоводческой, ну пути экономики, другой пошел по земледельческой пути экономического развития. В этот период уже, когда этот период начался уже сформироваться, этот период начался уже в период неолита. Если брать, в основном земледельческие территории, это речные цивилизации, территории это Нила, Ефрат, Тигр, Инд, Ганг, Янзы, Хуанхэ, потом Сардарья, Мударья и другие речные территории, где можно было заниматься земледелием. А определенные другие северные территории, где еще сохранялись зачатки мезолита, и еще животные были уже до конца не перебиты, и человек мог позволить себе охоту и скотоводство. Скотоводство это альтернатива охоте. А вы согласны с таким понятием, что территория кочевников безгранична? Первыми, к примеру, вы говорили, что многие ученые, есть, к примеру, хетологи, грозные, еще историки, к примеру, вули были такие люди, которые занимались земледельческой цивилизацией, древним периодом истории. Ареал обитания территории кочевников никогда не определялся. Почему? Потому что для кочевника главное было, где свой скот пасти. Пастбище. Да, пастбище, удобное место для того, чтобы прокормить одну семью кочевникам, ну, в составе среднем 5 человек в одной юрте. И необходимо было где-то 100 овец, 10 крупно-рогатого скота и 3-4, естественно, вьючных животных тоже. Для них необходимо было всегда передвижение скота. Но не всегда они передвигались так на другие территории. Если погода позволяла, от природы многое зависело, кочевать на определенных территориях. Есть зимняя откачевка, есть и летняя, куда пастбище. Иногда приходилось отвоевывать кочевья у других племен. Вот это приводило их к государственности. Кочевники, они позднее создали свое государство, чем земледельцы, потому что классическая форма распределения труда, потом имущества, оно поздно проникло на территории кочевников. В основном, если так смотреть, родоплеменной строй, он долго держался у кочевников. А у земледельцев он быстрее, как говорится, расходился и исчезал в итоге. Ассимиляция многое меняла. Но ясно одно, нельзя делить цивилизацию на две группы. Кочевую и земледельческую. Потому что оно общечеловеческое считается. И они всегда рядом разговаривались, да? Без друг друга? Отдельно они практически выдвигать новую цивилизацию, выводить его на новый уровень не могли. Влиять и создавать государство. Они в синтезе всегда с кочевниками-земледельцами. Земледельец нуждался в товарах кочевника, в сырье в основном. А кочевник нуждался уже в товарах земледельца. Взаимосвязь между ними из древних времен была. Это можно увидеть и в период в основном античности, когда кочевники стали уже передовыми создателями первых государств, крупных государств. Потому что мобильность их армии позволяла занимать территории. Расплывчатые понятия границы для них, это определялось как бы для пастбища, передвижения своей экономии. Если так смотреть, кочевники, к примеру, в юг Индии, или же в Вьетнам, в южную часть Вьетнама, Таиланд, в эти территории они не проникали, потому что там аскот пости невозможно свой. Потому что их овцы, лошади, которые они приводили с табунами, они не могли прокормиться в юге, потому что климат не позволял. Там в основном зимы нет, и животные погибали. За это основная территория, это где существует зима, осень и прохладная погода для развода скот. Они всегда с экономикой тоже были связаны. Во-вторых, к примеру, некоторые наши ученые Айбулака Бабайоров, его идеи тоже выдвигаются от того, что не всегда так было, что иногда политика позволяла их передвигать, заставляла их передвигать. Это имеет, естественно, основу, потому что часть кочевников, оно отвоевывало территорию других кочевников. Первое кочевое государство, это вопросы такие возникают, где, на какой территории упоминание. Упоминаются народы люлюбеи, древней Месопотамии, то есть это древний народ Ирана, кочевники. Первыми из них они называют ариев, которые проникали на территорию со стороны Урала и на территории Средней Азии проходили, потом в Индию, Иран, Малую Азию и даже на Ближний Восток. Это с эпохи бронзы, уже поздней бронзы это возникает. Но когда начинается период бронзового коллапса в 13 веке до нашей эры, кочевники уже присвоили железо. И численность тюркских племен уже больше. Да, потихоньку умножалось. Но кочевники, они всегда были меньше, чем земледельцы. Это условия труда. Естественно, природа их делала поменьше, но мобильность их армии, которую они могли позволять себе. Ну, земледелец, он не мог, не всякий земледелец мог позволить себе лошадь. Он дорого стоил, и ухаживать. А у кочевника это было порядки дел. И употребление мяса в еде делало кочевого воина сильнее, чем земледельца. Если в семье кочевника рождалось более пяти детей, выживало где-то двое. И генетически они были, если так смотреть, сильнее, выносливые в степях, чем другие еще латные конники. Они были, ну и главное, они крови не боялись. А у земледельцева она по-другому шла от цивилизации, путь цивилизации. Но когда они в взаимосвязь входили, возникала уже общечеловеческая связь. И общество, оно менялось. В мире сейчас более, по крайней мере, если данные, современные данные изучать, в основном составляет кочевники 40 миллионов человек по всему земному шаму. Почему так произошло? Потому что уже, когда был изобретен порох и огнестрельное оружие, конница потихоньку сдавала позиции. И экономика, когда людей становилось больше, кочевое хозяйство вести было труднее. В итоге седентаризация, как в науке говорят, процесс оседания, он потихоньку людей заставлял оседать и занимать определенные территории, отказываться от кочевой экономики. И в итоге идеи глобализма от кочевников пошли. Вообще в истории человечества более 250 государств, созданные именно кочевниками. Вы согласны с этим? Нет, не совсем. Если брать историю современных государств, если больше 232 государства некоторые сейчас отмечают, существуют на земле, по крайней мере, более половины повлияло на возникновение, ну, как для создания, хотя их было мало, к примеру. С ЭПУ в эпоху хуннов полтора миллиона человек не превышало. Это кочевое население Монголии, Южного Алтая, территории Южной России, Бурятии на этих территориях. Эти полтора миллиона человек, они влияли на цивилизацию Китая даже. Хотя Китай имел 50 миллионов населения в то время. Но Китай платил дань им, кочевникам. Но есть главное то, что у них преимущество, они мобильно строили государство. Например, возьмем государство Амира Тимура. Четыре министерства хватило для управления огромной территорией. Бюрократия для кочевников была как бы несвойственна. Они простоту и точность это делали. И опирались они на традиции, законы, которые они для себя создавали. И для местных населения тоже отдельный закон был. К примеру, яса, он для кочевников. Шариат, он для оседлого населения. Потом слияние происходит ясы и традиции. Также шариата возникают отдельные законы в определенных государствах. Так кочевники тоже сыграли свою роль в государственности нашей страны уже в период Амира Тимура. Если взять Амира Тимура, то тоже происходило от кочевого племени Барласа. Тюрко-монгольского племени, если так смотреть. Но определить... Кочевники это не этническое понятие. Это занятие. Это род деятельности. Род деятельности. А толерантности кочевников? Это уже интернационализм. Нужен дать, вы правы. Интернационализм у кочевников. Это, как вам сказать, великое достижение людей, которые они дали. В Европе нет такого понятия. Есть, но они строят свои государства по национальной основе. У кочевников на слово нация даже нету слова. Перевода нет у кочевников. Вот, к примеру, со степей. В русском языке слово нация, оно не русское. В узбекском языке мэлляд это не узбекское слово. У нас, у кочевников, предков наших, называлось Эль. Куда все входили. Не имеет значения, какой религию он исповедует, из какой этнической группы он вышел. Главное, ты должен государству служить. И поклоняйся любому богу, как хочешь. Не вмешивались. Налоги плати. Вот этого нужно дать. А вот в государствах, в степях, на наших территориях, на территории СНГ сейчас, вот этот интернационализм, он позиции не сдать. Почему? Маверин нахрен такого никогда, по крайней мере, как бы моноэтническим государством маверин нахрен никогда в своей истории не был. Аскат Абдонабевич, дайте понятие, что такое культура номадик. Последние годы много слышим. Номадическая культура. У нас, к сожалению, с эпохи Советских Советов как бы укоренилась идея, что кочевники являются грабителями, уничтожают культуру. Народ войн. Да, народы войн. Созданные они под себя подгоняют, или же убирают старую культуру. У них нет культуры. Если так смотрите, у нас это евроцентрические идеи, римские идеи античности укоренились. Это подход евроцентрический. У многих вот это есть. Оседлый земледельческий подход к цивилизации, он не совсем правильный, потому что часть населения, оно не воспринимает этого. Кочевники не воспринимали то, что было. Потом они, естественно, земледельцы, оседлые земледельцы, это как бы в свою пользу повернули. Ну, нужно быть объективным и знать, что у кочевников своя культура была. И она могла преображаться, как бы впитывая другую, когда она приходила. Более толерантная культура была создана ими. И, к примеру, возьмем, что они могли сделать, к примеру. Мы двое города построили, Бухару, Самарканд. И, к примеру, возьмем Дамаск, или же Ур, Урук, Умма, Лагаш. Называйте земледельческие крупные города. Но, если взять историю самой нашей страны, Междуречия, Сырдарии, Амударии, ни одна династия из местных, она полностью не могла объединить. Территория Междуречия были разделены на ишхидство, а не на дихканство. И так, давань, уструшана. И китайцы называли их Унахэго, Муго, Канн и другими названиями. Период Кангюэ. И когда вот это все кочевники приходили, они захватывали территорию и выводили эту культуру на новый уровень. Кочевники могли создать крупное государство. То есть они были строителем государства, крупного государства. Вот в чем было преимущество кочевников. И в итоге они свою культуру ввели. К примеру, Афросиаб возьмем. На стены росписи. Если так смотреть, там кочевники описаны как длинноволосые косами определенно отрощенными. Тюркские солдаты были показаны. Еще Альбаум про это говорил, что это тюркское влияние. Потом повлияли они на франков, которые носили косы. Элита франков носила косы. Также часть европейских герцогств была основана гуннской элитой. Этого тоже нельзя забывать. Свою роль они, когда влияли, преображали, как говорится, земледельческую культуру в более красивую форму. И, естественно, выводили его на новый уровень цивилизации. Так что, когда говорят санитары, цивилизации, это Хазанов так называл, от кочевников, которые могут на одну цивилизацию передвигать на эту. То есть, транзитные способности цивилизации, как бы с помощью пассионарного движения, Гумилев, если так отмечал, можно было передвигать на определенные территории. Вот эту роль они, земледельцы, они не могли делать, оседлые. То есть, поглощая территории их. То есть, земледельцы не могли сделать то, что могли кочевники сделать, а кочевники не могли сделать то, что могли земледельцы сделать. То есть, они взаимосвязаны были. Раздельно к ним нельзя, как бы, отделяя, смотреть. Асхат Абненабевич, почему сегодня важно изучать историю кочевников, кочевнических народов? Почему это сегодня актуально? Потому что, смотрите, европейский подход к истории уже с 19 века, который, как бы вам сказать, на второй план переводил влияние кочевников, или же неудобную правду обходили, как иногда делают историков-карьеристов, я бы сказал, которые не хотят, или ищут то, что им нужно, обходя другую правду, более-менее может изменившую идею. То есть объективность пропадает. То есть земледельческий подход, евроцентрические идеи, они были, и сейчас они тоже, они имеют право существовать, развиваться, благодаря этому воспитаны наше поколение даже. Но если сопоставлять, можно такому выводу прийти, что кочевники, это, как вам сказать, это наше родное. И мы не должны глазами евроцентризма смотреть на свою историю. Вот на этой ноте мы закончим сегодняшнюю интересную беседу. Спасибо вам. А дорогим телезрителям я еще раз напомню, мы беседовали о истории кочевников с доктором Пейшти Бекузиевым Асхат Абдунабиевичем. Оставайтесь на телеканале «Озбекистан Тараха». Субтитры создавал DimaTorzok